Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, мы вас искренне приветствуем по-прежнему на календаре 11 июля. Это хорошо, 14 часов и 3,5 минуты на наших часах. Друзья, в ближайшее время мы с вами поговорим об очень важной части нашей жизни, о культуре, о событиях массовых, интересных, очень невероятно творческих, культурных событиях. Да, ну давай так сразу расскажем. Конечно, все знают, прекрасно существует потрясающий департамент культуры города Москвы, который возглавляет Александр Владимирович Кибовский. Но, безусловно, все эти сложные и важные мероприятия одному человеку не под силу организовать. Конечно, есть замы и помощники. И вот у нас сегодня в гостях... У нас сегодня в гостях будет заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов. Через несколько минут он появится. Здесь мы расспросим вообще, что интересного нам ждать в этом году, что летом ждать, что может быть еще придумано, как можно поучаствовать, кстати, в культурной жизни Москвы. Ну и обязательно поговорим еще о прошедшем очень красивом празднике в музее-заповеднике Царицыно, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. В общем, оставайтесь, пожалуйста, с нами, никуда не девайтесь. Очень скоро пообщаемся с нашим гостем. Пока же вам предлагаем послушать и посмотреть. У нас бьется сердце. Брэндон Стоун очень красиво. Красивая песня, кстати. Если песня понравилась, поставьте лайк на сайте страна.фм. Возможно, она будет в хит-параде. Почему нет, да? Конечно, она достойная, абсолютно. Вот. Друзья, теперь мы не только музыкальная, развлекательная компания, сейчас мы еще и становимся культурным, образовательным центром. Очень надеемся на это, да. Друзья, телерадиоканал Страна.фм. Роман Шахов, Александр Хайрульный. Мы, как и обещали, у нас в студии появился замечательный гость, долгожданный, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы, Владимир Филиппов. Здравствуйте. Добрый день. Хлопаем, аплодируем всем коллективам. Вам спасибо. Очень рады. Мы вам тоже аплодируем. Вас очень мило и стильно. Спасибо большое, очень стараемся. Ну, вообще, сегодня мы вот с Романом так размышляли и думали, ведь вас же можно назвать в самом хорошем смысле этого слова такими бойцами невидимого фронта. Вот мы, народ москвичи, ходим, гуляем. Тут какое-то мероприятие массовое выходное. Мы думаем, куда отправиться, куда пойти. И эти события, слава богу, мероприятия есть и случаются. И выбор большой, огромный. И с каждым разом все больше и больше. Ну, крайне редко кто-то из нас знает вообще, кто за всем этим стоит. А стоит зачастую департамент культуры. Все правильно я говорю, да? Ну, я вот так слушаю. Продолжайте, продолжайте. Продолжайте. Ну, на самом деле, это же тоже очень правильно, когда мы с вами дышим. Мы же не думаем, из чего состоит воздух, куда исчезает углекислый газ, который мы дышим. Просто дышим, и все то же самое и с культурной жизнью. В Москве, а это крупнейший город Европы, один из главных трендсеттеров среди мировых мегаполисов, огромное количество мероприятий. Если москвичи, гости, которые к нам приезжают, в том числе и из регионов России, или туристы из-за границы, они просто должны попадать в качественную, хорошую атмосферу, где они чувствуют себя и безопасно, и комфортно, и самое главное, интересно. Вот кто это делает, это уже не так важно. Все условия создаются городом, правительством Москвы, а выступают, делают перформансы совершенно разные люди, которые, может быть, и не работают в государственных учреждениях культуры. Это тоже важно, но имеют возможность выступать. Начиная от уличных музыкантов, тот проект, который с прошлого года, благодаря решению мэра, был поддержан, несколько даже легализован. Там, помните, наверное, были разные случаи, когда уличных музыкантов гоняли, и там были разные сложности. Сейчас вот уже скоро год. А потом их пригласили в проект «Голос», да? Как все равно? Нет, кому нужно, они могут пойти в проект «Голос», они могут заключить любого уровня договор, а кто-то может просто выступать, потому что ему нравится петь. Поэтому в городе важно создавать именно возможности для творческой самореализации. И выбор предоставлять, да, наверное, гражданам города и приезжающим гостям столицы. Но мероприятия огромное количество, это и какие-то массовые праздники, и всеразличные форумы. Вот только и остается удивляться, как вам это все успевается, как вам это все удается делать. Потому что коллектив, может быть, секрет в том, что достаточно молодой коллектив, мы вот так вот посмотрели тоже у руководства, в основном заместители, в общем, молодые ребята, девушки. Хорошо, спасибо вам за ребят и за девушек, но это характеристика... Молодые мужчины и женщины, хорошо. Это характеристика точно, вот чем дальше, тем больше проходит. Но на наши места придут те, кто тоже будут молодые. Ну ладно, вы же, молодые. Когда-нибудь, точно. И даже на ваши. Это все, жизнь есть жизнь. Но на самом деле, если серьезно говорить, только в учреждениях, которые финансируются правительством Москвы, это государственные учреждения культуры города Москвы, которые подчиняются нашему департаменту, в хорошем, в правильном смысле слова, потому что в культуре сложно... Ну, сотрудничаете вы. Не, ну как сотрудничаете, мы полностью финансируем, это наше учреждение культуры. Вот у нас 441 библиотека, 221 дом культуры. Вот так вот. В Москве 450 музеев и выставочных залов, адресов. Из них 90 наши, огромное количество негосударственных, ну и есть федеральные, такие как Гранды наши, и Третьяковка, и Пушкинский музей. Так вот, только в наших учреждениях музейного, выставочного типа в прошлом году мы открыли 1661 выставку. Это в среднем 4 выставочных проекта открывалось в день. Это в плюс к постоянным экспозициям. Это хорошая жизнь города, который является одной из мировых музейных столиц. Да, я думаю, что это не то слово «хорошее». Это прекрасно. Если смотреть на статистику концертов и фестивалей, у нас более 250 театральных премьер в прошлом году состоялось на наших московских площадках. Поэтому действительно выбор разнообразный, большой. Сейчас появляется новое направление, так называемые иммерсивные спектакли, иммерсивные театры. Что это такое, мы узнаем чуть позже. Сейчас сделаем небольшую, но необходимую паузу. Друзья, оставайтесь в компании «Страна ФМ». Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна ФМ». Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы сегодня очень везучие. Сегодня у нас замечательный гость. Сегодня у нас Владимир Филиппов. Аплодируйте, пожалуйста. Заместитель руководителя департамента культуры города Москвы. И мы остановились на том, что про очень интересные спектакли рассказывал Владимир. Разные есть действительно постановки. И то, чем славится Москва, наши классические балеты, оперы. Ну и тенденция последних лет – это иммерсивные спектакли, когда ты как зритель становишься соучастником и человеком, который влияет на фабулу, на сюжет, на постановку. И сам получаешь некие-таки эмоции. Мы поддерживаем разные направления. Как стать участником такого спектакли? Ну да, вот самое интересное, простите, пожалуйста, что перебиваю. Важно сказать, что вот мы во время звучания песни спросили у Владимира, ваш ли коллектив занимается креативом, продумыванием, расписанием. Он мне сказал, что нет. Есть задачи, есть цели, осуществляется помощь, безусловно. Но вся ответственность на наших самых культурных как раз… На творцах. На творцах, скажем так. Это абсолютно правильный подход. Законодательство о культуре, которое в нашей стране одно из самых либеральных в мире, оно гарантирует творческую автономию культурных институций. Оно определяет, что творческий процесс практически не прикосновенен. Наша задача как департамента, как органа, который отвечает за развитие культуры в нашем городе, это определять финансирование, оказывать имущественную поддержку и назначать руководящие кадры. Если это дом культуры или музей или библиотека, мы назначаем директора. Мы согласовываем по представлению директора заместителей. В музеях мы согласовываем кандидатуру главных хранителей и во всех учреждениях главных бухгалтеров. Но в принципе творческая автономия для нас является незыблемой, священной, неприкосновенной. И это относится к государственным учреждениям. В частных еще проще. У них есть учредители, у них есть экспертный совет. И они определяют, какие выставки или какие спектакли, в каком репертуаре, с какой частотой, в какой ценовой политике осуществлять. Кстати, законодательство о культуре и гарантирует право даже государственных музеев на собственную ценовую политику. То есть мы, как учредители, можем где-то что-то порекомендовать, но в целом каждый музей сам определяет, сколько стоит входной билет, какие льготы у него есть, в каком количестве и так далее. Это тоже, как руководители наших музейных институций говорят, достаточно такая правильная вещь. Ну и получается, что, в общем, если вы, друзья наши, слушатели, зрители, состоите в каком-то творческом коллективе, но пока еще не очень к департаменту культуры города Москвы относитесь, то, в принципе, вы можете оказаться там. Смотрите, что мы сделали. У нас большое количество библиотек. 441 библиотека и 441 библиотечный адрес. Это те помещения, которые финансируются, содержатся работникам, у которых заработная плата начисляется из средств московского бюджета через наш департамент культуры. Так вот, мы с вами понимаем, когда вы в последний раз были в районной библиотеке у себя, ну, сложно сказать, потому что школьные технологии развиваются. И это абсолютно нормально. 80% москвичей по нашим опросам и по нашим исследованиям говорят, что они в течение последних 5 лет, а может быть даже и больше, ну, так, из привлечения. Ну, говорят, 5 лет я в библиотеке не был, говорят, 80% москвичей. Но они же говорят, что если в их районе что-то случится с библиотекой, то есть она будет перепрофилирована или закрыта, или, не дай бог, на ее месте появится какая-то коммерческая структура. Они это воспримут как трагедия, вот, будут по этому поводу переживать. Эти исследования были подтверждены краудпроектом, то есть такой мы сделали краудсорсинг на портале мэра и правительства Москвы полтора года назад, когда спрашивали москвичей, вот, нужны библиотеки или не нужны, что там нужно поменять, что там важно сохранить, что бы вы хотели от библиотеки. И огромное количество москвичей высказалось по вот этой проблеме. Мы были в рейтинге, уступили только вопросам модернизации московских поликлиник, то есть настолько это важная тема и актуальная. И что мы сделали? По итогам опроса продлили режим работы всех московских библиотек в удобное для наших горожан часы, то есть сейчас все библиотеки московские работают до 22 часов. А это значит, что каждый даже папа в пробке успеет после работы? Они работают в воскресенье, а до этого, до 23 апреля 2016 года, 80% библиотек не работало по воскресеньям, а в будние дни они работали до 5, до 6, в лучшем случае некоторые там до 7 и так далее. И в этих условиях наши сотрудники чувствовали себя, сотрудники библиотек, комфортно. Но с одной стороны, с другой стороны, говорили, что публика пошла не так, нам не идет, молодежь не читает, взрослые люди заняты только работой и карьерой, зарабатыванием денег, ничем не интересуются. Москвичи и эксперты, и мы эти решения, утвержденные на «Активном гражданине», на портале электронных референдумов, проводим в жизнь и исходим из той философии, что если к вам не идут, то у вас нет ничего интересного. Значит, вы не интересный читатель, вы не находите интересной формы, вот закрылись, входите, встречаете посетителей охранникам, не всегда приветливым и довольным сотрудницами, которые, может быть, как-то не очень не рады, что большое количество людей к ним идут и так далее. Мы эту историю поменяли, у нас увеличивается число людей, которые приходят в библиотеку. Причем они приходят не только для того, чтобы взять книгу, они приходят туда, как в библиотеку, как в центр, в районный центр такого интеллектуального развития, интеллектуальной коммуникации. Расскажите, пожалуйста, там же можно представить свое творчество всем. Есть значительное число москвичей, которые или пишут стихи, или рассказы, или интересно прожили свою жизнь и какие-то мемуары написали. Но публиковать их, ну, не у всех достаточно масштаб все-таки для того, чтобы это сделать. Но людям интересно поделиться этим на 20, 30, 100 человек, на такую небольшую аудиторию. Мы сейчас предлагаем абсолютно бесплатно такую функцию. Ты можешь в библиотеке сделать выставку своих работ, ты можешь в библиотеке сделать презентацию своих произведений, ты можешь собрать интеллектуальный клуб и подискутировать. Там проходят различные творческие встречи. И многие вещи делают совершенно бесплатно. В библиотеке, как в каворкинге, можно просто поработать в тишне, потому что для многих москвичей жилищный вопрос остается нашим классическим. Самым главным, просто негде иногда побыть в уединении. Наедине с собой с книжкой, да. Поэтому мы такие возможности предоставляем во всех 441 библиотечном адресе. Это и литературное чтение, и масса-масса, чего можно провалить таким образом. Мысли порядок привести, как минимум. Нам тоже нужно немножко мысли порядок привести. Очень скоро вернемся и продолжим общение. Оставайтесь с нами. Друзья, Владимир Филиппов сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим о культуре, о людях, о библиотеках. Кстати, вот библиотека только что была в клипе «Наргиз» и «Максим Фадеева». Да, клип снимался в библиотеке. И вот как действительно в подтверждении вашим словам, Владимир, о том, что библиотеки сегодня — это совсем другие библиотеки, а не то, что были раньше, которые уже практически погибали. Ну, это факт, да? Но клип тоже несколько устарел. Мы с вами увидели, что читальный зал практически пустой. Теперь даже ты вот такой пустой картинки не увидишь. Разве только ночью или в понедельник, когда во всех библиотеках единый выходной день теперь. Одно из мероприятий, которое состоялось совсем-совсем-совсем недавно, это 8 июля в музее-заповеднике Царицыно прошел замечательный праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности Святой Петре Февронии. Петре Февронии. Да, и мы вступали в качестве информационной поддержки. Потрясающий фестиваль, современная музыка. И что-то там было все невероятно и фантастическое. Уже цифры есть в интернете, что там более 20 тысяч человек посетило это все. Ну, а вы, Владимир, ваша оценка скажите. Справился департамент культуры с задачей? Задачей справился музей-заповедник Царицыно, потому что коллеги готовили программу. Действительно, в течение 10 лет, сколько существует праздник, Царицыно является главной точкой, где проходят такие мероприятия. Ну, они проходят не только в Царицыно, они проходили во всех наших парках. И наши коллеги, например, из департамента труда и социальной защиты делали в Екатерининском парке особенную программу как раз семейного творчества. Но Царицыно все-таки признанное, такое главное место. Долго спорили, поскольку Царицыно ассоциируется с эпохой Екатерины II. Все-таки правильно ли, что Екатерина II, семья, любовь и верность. Тут, так сказать, специфические параллели. Но на самом деле место уже привычное, место достаточно посещаемое, причем не только москвичами, но оно входит в топ, на третье место занимает по посещаемости среди иностранных туристов. Туристический маршрут такой. В Москве там красиво, там и парк, и музей. Мы при поддержке Фонда социально-культурных инициатив Светлана Владимировна Медведева провели, и сейчас до 23 июля там продолжается выставка «Семья, душа России», куда из всех субъектов Федерации, и дети, и взрослые, присылали свои художественные работы на тему семьи. И жюри, состоящие из наших великих мастеров, ее эти работы отсматривала и отбирала. И на выставке они развешаны вместе с полотнами уже признанных мастеров. И Зураба Константиновича Церетели, и Ирия Сергеевича Глазунова, который от нас ушел. И это хороший проект. Я всех приглашаю до 23 июля туда прийти. А в субботу в Царицине действительно мы сделали такую праздничную программу, причем работаем с уже возрастающей, с меня изменившейся за 10 лет аудитории. С одной стороны, у нас и известные популярные эстрадные исполнители, которые семья Маликовых, и в этом году тоже... И Аномания, да, была. Да, а потом мы сделали в этом году вместе с проектом «Усадьба джаз» такую вторую часть проекта, это неоклассика, музыка русских композиторов классических, которая звучит по-новому, либо звучит в классической аранжировке, в классической партитуре. Но вот в такие предлагаемые современные условия помещена. Поэтому почти 20 тысяч человек пришло. Мы, конечно, рассчитывали, если бы погода нас не подвела и не было дождя, мы рассчитывали, что у нас, конечно, будет в несколько раз больше посетителей, и к этому готовы, но все равно большое количество людей пришло. Меня, конечно, поразило, что люди с зонтами под дождем стоят в одной сцене или приходят на мастер-классы музыкальные. Причем получилось хорошо. Очень красивый праздник, правда. Скажите, пожалуйста, Владимир, где вы отдыхаете? Вот вы же знаете все места в Москве, где лично вы в выходной любите отдыхать в парке. Если есть возможность такого выходного, то ты уедешь на дачу или с родными семьями. Потому что есть все равно у каждой профессии своя профессиональная деформация. Вы, как ведущий, если слушаете, не дай бог, другие радиостанции или эфиры, тоже видите, где что-то не так, где там звук завелся или гример не доработал. Мы же, как-то же, часто говоря, потираем ручки в этом случае. Так же и у нас сложно прийти на концерты, отключиться от профессиональных деталей и нюансов. Да, конечно, совершенно другими глазами смотрите. Ты все равно смотришь на это, на все, как организация проходит. Иногда ловишь себя на мысли, ты же за это не отвечаешь. Хотя все равно переживаешь, даже сделаешь не ты тут, не так здесь, надо подсказать. Поэтому я в любом случае тоже люблю наши московские парки, наши общественные пространства. Но в основном все большие события мы в качестве таких организаторов, участников. Поэтому отдыхать приходится где-то, когда ничего в городе нет. Да, и как правило, в непраздничные дни происходит. Потому что в празднике вы работаете и трудитесь. Друзья, мы совершенно спокойны сейчас за группу «Чаев». Да, здесь уже все сорганизовано, здесь уже все сыграно, придумано, сочинено. И много лет назад, да. Мы вернемся в студию, обязательно продолжим общение с нашим гостем. Никуда не девайтесь вы, пожалуйста. Телерадиоканал «Страна ФМ», группа «Чаев». Тут Роман Шахов, Александр Хайрулин и наш гость, Димчин, Владимир Филиппов. Заметитель руководителя департамента культуры города Москвы. И мы продолжаем с романом о культуре. И, конечно, на вас доносим важную интересную информацию. Хочу обязательно вам рассказать о том, что во время звучания песни группы «Чаев» мы заговорили о том, под какую музыку лучше думается, сочиняется, планируется. Как сказал наш гость, это классическая музыка. А если так, Владимир, то, может быть, какая самая любимая? Кто это должен быть из композиторов? Это разная была эта история, когда ты очень, значит, какое-то надо сложное решение, и ты кипишь от какой-то... Тогда Бетховен. То это, может быть, и Бетховен, и Вагнер, и, конечно, и Рахманинов, может быть, и Сергей Сергеевич Прокофьев, ну и, конечно, Петр Ильич Яковский. Мне кажется, он и Глинка у нас такие самые... Вот кому спасибо, кто вдохновляет вас. Поэтому мы в этом году, и как раз про Царицыно, мы с вами говорили в прошлом блоке, и сделали акцент на классическую музыку, потому что вообще, с моей точки зрения, качество элит, оно определяется индикатором количества концертов классической музыки в том или ином городе. И то, что оно у нас увеличивается, это тоже показатель, что общество, по крайней мере, в нашем городе выздоравливает. При этом, при всем, конечно, мы можем и Сергея Шнурова послушать, мы его тоже знаем, и Львана, и Егора Крида, и Лободу. То есть спектр широк, но в силу профессиональной деятельности, конечно, мы, например, готовим выпускной в парке Горького, спрашивали самих 11-классников, кого хотят, и составили рейтинг, и этих артистов именно пригласили. Кто был на первом месте, вот прям, кто был номер один выпускников? На первом месте в этом году был Баста. Спектр выпускной, опять-таки, да. Был Егор Крид, и из проекта «Блэкстар» была и Полина Гагарина, и где-то даже и... Мальчик-девочка. Когда выйдет из головы, и забываешь, как зовут младшего газмана. Ничего страшного, Родион, конечно, да. Он меня простит и бросит в меня уже что-нибудь, наверное. Сейчас найти злобную смс-ку. Светлый добрый человек. Владимир, расскажите нам, пожалуйста, ну, будет ли День Города в этом году? Когда и что ждать? Нам пишут, спрашивают, люди не все знают, в каких числах именно ждать праздника состоит. В этом году День Города у нас пройдет на неделю позже, чем обычно. Это будет не первая суббота, а вторая, 9-е и 10-е сентября. Это связано с тем, что третье число – это День памяти жертв погибших в Беслане, в террористических актах. Поэтому 9-го и 10-го сентября мы всем городом, всем, принято говорить, русским миром, потому что не только те, кто живут в Москве, любят Москву, День нашего города отмечают на всех континентах. 9-го и 10-го сентября мы празднуем юбилей 870 лет нашему городу. Мы уже представили, разработали наши коллеги совместно с экспертами, с художниками фирменный стиль Дня Города. Мы в этом году будем использовать мотивы русского авангарда. Этот стиль как раз начала 20-го века, заметный в мировом художественном пространстве, в мировом сообществе, и русский авангард – это то, что нас тоже отличает. Поэтому вот эту стилистику, и как раз русский авангард зародился в Москве. У нас слоган Дня Города – это Москва-город, в котором создается история. И мы будем рассказывать о москвичах, об изобретениях, о вкладе москвичей за всю историю нашего города в развитие человеческой цивилизации. И великие спортсмены, и великие ученые, и деятели культуры, и писатели, все, кто внес в клад в развитие человеческой цивилизации. В мир, во всем мире, в космос, в литературе. Мы будем в той или иной форме показывать, об этом говорить. Это тоже важно, это то, что объединяет нас. Потому что когда мы вспоминаем об истории, о наших, для кого-то соседей, мы идем когда по городу, видим в этом доме, и не обязательно в центре жил, такой-то москвич, такого-то по такой-то год, он тот и тот и тот и создал. Когда мы читаем Гелеровского, когда мы смотрим фильмы, мы понимаем, что в таких же условиях, иногда даже менее комфортных, жили такие же москвичи, как и мы, и создавали, и имели возможность творить, и вносить вклад в развитие человечества. Поэтому мы об этом будем говорить в течение Дня города. Ну, конечно, будут и концерты, и благотворительные истории. Ну, ближе туда, я так понимаю, к концерту. Площадки время начала... Списание будет уже, конечно, доступно в различных СМИ. Будет на сайте, но все как обычно. День города, будет центральная площадка Тверская улица, главная улица нашего города, но и все наши московские парки, и в административных округах у нас будут площадки для того, чтобы людям для того, чтобы увидеть качественный контент, не обязательно было ехать в центр. Мы будем стараться сделать хорошо с известными и качественными исполнителями в округах. Поэтому день города удастся, и с погодой тоже должно быть все хорошо, по крайней мере, если без дождя мы за эти месяцы с вами уже привыкли, что если дождя нет, уже погода хорошая, мы и вернёмся. Владимир Дорожьевич, а в отпуск-то вы ходите? Планируете? Входим, конечно. Я очень рассчитываю, что первые две недели августа я успею набраться сил и на год вперёд. Чтобы потом ко дню города уже приступить. Вопрос, знаете, от кого? От молодых и творческих москвичей, которые хотели бы не только пойти на День города, но и поучаствовать в празднике. Может быть, как-то по-волонтёрски или ещё как-то. Можно ли это сделать? Как это сделать? Конечно, можно. Нужно обратиться и к нам в московскую дирекцию массовых мероприятий, если вы хотите помочь в организации мероприятий и концертов. Но мы уже делаем не первый год, в этом году продолжим эту историю. На Цветном бульваре, в самом центре Москвы, у нас будет фестиваль «Добрая Москва». Это благотворительные фонды, и большие, и маленькие, которые и концерты там тоже будут с известными артистами, но и будут выставка и ярмарка боготворительных фондов, которые напоминают всем нам о том, что праздник – это ещё и время подумать о тех, кто не может выйти на улицы. И в этом году с нами его радостно отметить о том, что всегда москвичам было присуще переживание за всё, что происходит и в мире, и на другом континенте, и в другом полушарии, но и рядом помочь тем старикам, маленьким детям, кому тяжело. А давайте мы назовём сайт? Всё будет размещено… Культура.мосс.ру Всё будет размещено на портале мэра и правительства Москвы на сайте мост.ру, поэтому ничего не пропустите, заходите туда, следите за тем, что происходит в городе, мы обо всём информируем через сайт, интернет. Ну и также, кстати, там различные анкеты, которые можно заполнить, если хотите как-то предложить своё творчество и своё участие в организации различных мероприятий. Знаешь, Рома, спасибо вам большое, Владимир. Мы как-то спокойно… Вам спасибо всей вашей команде. Мы спокойны за культуру в Москве, правда. Ходите в музей, и в библиотеки тоже забегайте. И на праздники, на массовые мероприятия. Спасибо большое, мы будем очень рады вам ещё раз приходить. Владимир Филиппов, вам спасибо. Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы, спасибо. До новых встреч, пока.